Оказавшись перед Мизулиной, что ты ей скажешь? Ну что, самый главный опыт СМГ индустрии, Мизулина продолжает цензурить и запрещать рэперов. Но ладно, трек искали Милана и Эгли Стефана, там еще понятно, к чему можно реально придраться, но вот ее новые, так сказать, расследования вызывают улыбку. Потому что теперь Мизулина взялась за Биг Бэйби Тейпа, обвинив его в том, что он обижает полицейских. А также начала находить и другие строчки из его песен, якобы с пропагандой запрещенных веществ. Плюс в своем же паблике она еще написала про Ализейт, упомянув то, что она сотрудничала с Биг Бэйби Тейпом и выставила видео о том, как ее депортируют из Турции за пропаганду также запрещенных веществ. Да, а ведь именно в Турции Ализейт обрела популярность. Ну и напоследок, конечно, она затронула еще и Оксимирона. Причем в этот раз главный опру рэпа винил сервис Яндекс.Музыки за то, что там есть такие песни, как Ойда. И да, напоминает мне это все 19 век, или когда там садили писатели и запрещали их литературу за любую правду или свое мнение. Ну и, конечно, всю эту ситуацию простебал Джарахов и прошелся по скале Милана, насмехаясь над ним из-за вот этой всей цензуры. Давай расскажи мне, какой ты ганста, и какой там наркоты ты объебался. Придет Катюха и схватит тебя за яйца. Да все окей, ведь мы привыкли извиняться. Но, ладно, ведь мы сюда пришли обсудить не это, а интересные новинки и анонсы. Ведь, во-первых, Фараон готовит летом дропнуть новый альбом с таким вот названием. Очень интересно, что он нам покажет в этот раз, так как каждый его релиз это что-то уникальное и непредсказуемое. И то же самое, кстати, могу сказать и про утопию Трэвиса Скотта, которая, по словам менеджера-артиста, будет в разы безумнее Островолда и Родео вместе взятых. Ну и вовсю сейчас идет, кстати, промо-акция к альбому. Появился в сети, например, сайт с алфавитом Утопии, где каждый может создать свое слово. А также Трэвис еще и подробно рассказал, что означает название альбома. Можете поставить на паузу и сами прочитать вот этот текст. Также помните, я говорил вам о том, что еще и Асапроки готовит релиз и снимает клипы в разных странах. Так вот, после Франции он добрался еще и до Токио. Но помимо Фараона, Трэвиса и Асапроки, также еще и Майот готовит новый концептуальный альбом. Ну, типа в стиле ЛСП или Горгорода, где будет какая-то любовная история, треки нужно слушать по его словам именно по порядку. Среди гостей там еще будет Оуджи Будо. Ну а другие секреты артист пока что не раскрывают. Ну и раз мы вспомнили ЛСП, то хочется сказать еще и о ностальгии недели. Ведь это альбом Виселица, которому исполнилось целых 9 лет. Пипец, я помню все эти треки будто бы вчера. Малышка любит дилера, дилера, он стильный и смелый. Ну и кстати насчет того, что быстро летит время. Представьте, ребят, через два дня у нас уже будет лето. Да, лето почти наступило. И конечно, огромная обнова крутых летних кроссовок, более тысячи моделей вы найдете в таком магазине, как Hustle.shop. Если хочешь стильно одеваться и при этом не переплачивать, тогда рекомендую годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. У Hustle в обойме более трех тысяч кроссовок и все это в наличии. Редкие и эксклюзивные модели, которые ты не увидишь в обычных магазинах. А материалы качества не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для моих подписчиков действует промокод в тренде, дающий скидку аж 30%. Поэтому не переплачивай в других магазинах, а покупай на Hustle.rf по самым вкусным ценам. Переходи и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну и открывает у нас эту неделю Джизус с новым альбомом под названием Spirit of the World. Который сделан опять-таки в рок-звучании, причем именно таким грязным, будто бы не сведенным и не до конца готовым. Честно, после альбома без названия последующие релизы мне не заходили. Как и этот, ведь здесь именно вот такой чистый, динамичный, грязный ракешник. Который не похож на «Открой глаза или ты ничего не поняла», который я с удовольствием гонял на репите. Ну и на этом альбомы закончились в целом, кроме западных. К ним мы еще вернемся, но сейчас к синглам. Конечно, изначально хочется упомянуть Soda Love, который решил поэкспериментировать и сделать что-то новенькое. Взяв за основу West Coast звучание и автотюн. Да, новый трючок под названием Перестал, это новое перерождение Soda. Я хочу сказать, что, конечно, он мастер именно читки напористого флоу, по типу как трек Коми или Голодный пес. И хочется таких именно треков, но я понимаю, что артист хочет двигаться далее и находить что-то новое. Например, вот у Love Double Six это прекрасно получается. Два года. Ребят, целых два года мы не слышали новых именно сольных работ от Рокета. И вот недавно он наконец-то затизерил два новых альбома на этот год, а также дропнул первый сольный сингл под названием Город. Да, теперь уже точно можно сказать, что Рокет вернулся. Ура! Также помните, что Салуки в этом году выпустил реально музыкальное безумие. Если вы каким-то образом до сих пор еще не послушали альбом Дикий Восток, то я вам сочувствую. Потому что это прям фильм, который смотрится ушами, а не глазами. Да, я понимаю, что на репети это мало что можно погонять, но чекнуть это стоит хотя бы раз от начала и до конца. Ну и вот после успешного альбома Салуки дропнул еще и новый сингл под названием Соло, который также звучит очень необычно. Там на протяжении трека пять раз, наверное, меняется бит. И, возможно, кстати, именно эта песня просто-напросто не вошла в альбом. Все бы ничего, только нету дань-стопы, из кучи новостей, что шикаешь на рекорд. Мой огнёк играет соло, как сон, как сон. Тяж, спорт, устой, сладкий, побежь, как сбор. Все бы ничего. Также, помимо Рокета, в скорое время готов еще и дропнуть новый альбом Хирон Вотер, который прекрасно внедрил в Джерси Клаб в СНГ индустрию и показал высший уровень грязных панчей, из-за чего был под прицелом также Мизулины, и теперь этой грязи, скорее всего, мы не услышим. Опять-таки, это синтовый бит, который сейчас у каждого второго фрешмана, и заезженная тема по типу «Я рок-стар» и «Все дела». Зато вот сниппет с Бушидо классный. Жду именно вот этого трека. Ну, а если вы хотите немного релакса, расслабиться и получить кайфа от музыки, то обязательно зацените новый трючок от Эншпиля и других участников Ходжима Мьюзик под названием «Сон». Ну, а вот кто любит хорошие текста и приятное звучание, тому 100% понравится новый сингл от Ти-феста под названием «Пацаны будут пахать». Крутая работа, в которой Ти высмеивает хейтеров, и мне нравится, как артист с каждым треком попадает в душу, оставаясь с собой. Это один из немногих артистов, кто остается с собой и умеет делать постоянно годно. Это факт. Ну, а еще давно я, кстати, ничего не слышал от Гонфлада и его команды. Да, там вроде бы сингл выходил пару месяцев назад, и все, опять затишье. Но, как оказалось, Кейкбой все-таки готовит сейчас новый альбом, и для разогрева выпустил новый сингл под названием «Выстрел». Ну и помните, когда я говорил про Судулав, который хочет найти какой-то новый стиль, упомянул еще и Лав Дабл Сикса, который все продолжает и продолжает делать новые эксперименты. И если глоу-звучание у него реально стрельнуло, вспомнит трек «Бай-бай», «Май-май» «10 метров от дома», что говорит о том, что артист двигается в правильном направлении, то и в этот раз он также попытался удивить своих фанатов, выпустив трек в стиле 80-х годов. Ну а вот среди молодых и свежих артистов на этой неделе мне понравился новый клип от Мидри под названием «Безнал». Очень лайтовые и красивые локации, без каких-либо неуместных понтов, а также мне еще зашел и лайтовый тречок, где совсем по другим углом артист зачитал о смысле денег. Советую обязательно ознакомиться, ведь парень реально делает годно. Ну а вот зато звание самого нежданного фита недели забирает у нас «Витя Ака», «Брик Базука» из «Чемодан Клана» и «Фаст» из «У-74». Те, кто помнит рэпчик 2010-х, тот поймет, почему это нежданный фит, ведь это когда-то были топы андеграунд трэпа. Ну и как мы знаем, многие артисты сейчас переехали в Таиланд, в том числе и «Брик Базука» и «Фаст», и об этом в целом они и зачитали. Это Алмата, нахуй. Да, Асха Принц из Казахстана тоже выкатил новый трючок, где упомянул также отдых в Таиланде. Видимо, они там вместе с Ака-47 отдыхали, судя по последним эквитам. Ну а еще «Велелсквады» также продолжают делать в своей манере музыку, но прыгая по всем возможным жанрам. И в этот раз это что-то похожее на рэйдж с примесью трэпа 2010-х годов в стиле «Биг Рашн Босса». Кстати, насчет синтового рэпа. Две легенды разных поколений, Янтак и ИИД, объединились и записали хайпер-поп коллаб под названием «Май Рис». Кстати, это сингл из нового альбома «ГИТа». Ну а вот звание альбома «Недели на Западе» у нас забирает Lil Durk под названием «Почти исцелен». Здесь очень много звездных фитов и большая концепция со скитами и интересными моментами. Поэтому, кто шарит за английский, советую послушать альбом целиком. Ну а среди гостей здесь «Future», «21 Savage», «J. Cole», «Juice Vault» и другие. Также сюда должен был попасть еще Kanye West, но рэпер решил вырезать этот фит из релиза. Ну а еще я два выпуска подряд говорил, что нас ждет трилоги от «Suicide», а оказалось, что там не три будет, а четыре альбома. Реально, что я тупанул, ведь там про сезоны года в названии «Айк 4», почему я подумал, что это трилогия. Но ладно, да, последняя часть грязного мемпи-звучания под названием «Winter Season» появилась в сети. Ну и клипчики. Как же без клипов? Во-первых, появился видеоряд на недавний трек ЛСП под названием «Вечная весна». Песня, конечно, мне вообще не вкатила, какая-то попса, а вот клипы Олег делать умеет. Крутой сюжет, где главного героя плючит под наркозом, что в него влюблена медсестра. И еще один годный и очень атмосферный клепец вышел от Федука на трек под названием «В центре города». И здесь, я думаю, каждый увидит себя, вспоминая летние прогулки по вечернему городу. Классная идея, особенно кадр с асфальтом и вот этот 3D-эффект с Аниной. Короче, видно, что Федя вложил душу в это видео. Ну и, ребят, не забываем, что все треки одним плейлистом будут в нашей группе ВК. Если вы хотите, чтобы треки еще заливались в Телеграм, то подпишитесь на наш паблик. Ну и кто хочет заниматься криптой или занимается криптой, тоже welcome в крипте. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо и... Субтитры сделал DimaTorzok